В Ильской художественной школе вскрыли капсулу времени с посланием к потомкам. В 1978 году молодежь колхоза Победа заложила письмо к будущим комсомольцам, столетний юбилей в ЛКСН, в здании, где сегодня располагается детская художественная школа. Долгие годы руководство учреждения бережно хранило реликвию, и вот наступил торжественный момент, ради чего все и затевалось. Ответственную миссию извлечения и вскрытия капсулы доверили тем, кто ее заложил в 1978 году. Когда-то эти совсем еще молодые люди делились своими успехами с потомками и даже не верили, что будут стоять на том же месте спустя 40 лет и вспоминать то, как это было. На торжественном мероприятии присутствовал руководитель Ильского городского поселения Николай Головко, работники художественной школы, жители и, конечно же, дети, кому и адресован текст послания. Дорогие товарищи потомки, дорогие наши дети, внуки и правнуки, всем, кому посчастливится встретить столетие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, кому доведется прочесть эти строки, мы посылаем свое душевное и доброе слово. Между нами и вами пролегло 40 лет. Может быть, многих из сегодняшних комсомольцев не будет с вами. Не скроем, что хоть одним глазком хотели бы взглянуть на вашу жизнь, на ваш комсомольский праздник 2018 года. Чтение текста послания – ностальгический, радостный и одновременно грустный момент для тех, кто пережил комсомольскую юность. Сегодня уже нет комсомола, а молодежь 21 века живет в совершенно другой эпохе. Единственное и, пожалуй, самое главное, что объединяет молодежь 70-х с сегодняшнюю – максимализм и вера, что завтрашний день будет добрее и лучше. Чтобы сохранить связь времен и рассказать будущим поколениям о сегодняшнем дне, воспитанники художественной школы заложили свою капсулу времени, которую вскроют в апреле 2039 года – 50-летний юбилей школы. Через 20 лет дети, уже многих присутствующих на мероприятии, ребят прочтут слова послания и узнают, чем жили и гордились, а главное, о чем мечтали их сверстники. В поселке Черноморском прошла встреча руководства района с активом поселения. Участники мероприятия подвели предварительные итоги года и наметили планы на ближайшее будущее. В начале встречи с докладом о проделанной работе выступил глава поселения Денис Левагин. Как отметил руководитель, за отчетный период проделана немалая работа. Произведена отсыпка ряда улиц, разметка дорожного полотна, реконструирован тротуар по улице Юбилейной на участке от Крупской до Тельмана, уделяется внимание санитарному порядку, активно ведется работа с населением. Как результат, в 2018 году на контроль поставлено 142 поручения. Все присутствующие на встрече смогли задать свои вопросы районным специалистам и главе Черноморского поселения. Жители волнуют проблемы электроводоснабжения, медицинского обслуживания и благоустройства. В конце встречи глава района призвал всех присутствующих активнее участвовать в жизни поселения. В Северском районе выбрали лучший казачий класс. Одноименный конкурс среди казачат 6-11 классов прошел впервые. С напутственным словом к ребятам обратился Александр Кондратенко, председатель Совета старейшин Северского районного казачьего общества. Конкурсные мероприятия разделили на несколько этапов. Команды выступали на сцене со своими творческими номерами, защищали исследовательские работы по истории, современности и культуре кубанского казачества и демонстрировали народные забавы казаков. Мини-театрализованные постановки оценивало жюри. Школьники вместе с учителями и родителями подобрали костюмы, испекли угощения, чтобы все присутствовавшие на конкурсе смогли сполна окунуться в атмосферу казачьих свадеб, колядок, праздников и быта. Все проходило с соблюдением традиций и правил кубанских казаков. Эмоциональность, непринужденность и азарт казачат открывались на сцене на протяжении всего мероприятия. Все участники показали прекрасное знание народного фольклора, хорошую музыкальную подготовку и великолепные артистические данные. По итогам испытаний победу в конкурсе одержал казачий класс 6-й школы, который будет представлять Северский район, уже на региональном уровне. В Северском районе в аварии пострадал 11-летний ребенок. Водитель автомобиля «Субару» не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с встречно-движущимся автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и находится в реанимации. В автобусе пострадавших нет. В подробностях происшествия разбираются сотрудники полиции. И вновь на Черноморской побережье обрушились ливни с грозой. На этот раз местом притяжения для небесной воды стал Туапсе-Туапсинский район. За один день там выпала двухмесячная норма осадков. Об этом сообщили 25 октября в Краснодарском гидромедцентре. Ливневая канализация не справилась. Улицы превратились в реки. А в настоящих горных реках поднялся уровень воды, что в итоге привело к печальным последствиям. Пострадали от стихии и Сочи с Абширонским районом. Ведутся спасательные работы. Организована эвакуация людей. Осуществляются подворовые обходы. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения. Сейчас главный приоритет властей – восстановление дорог, коммуникаций и работы социальных объектов. В последний раз так сильно Туапсе топило в 2000 году, когда за сутки выпало 270 миллиметров осадков. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Эти изумруды могут показаться небольшими, но стоят они очень дорого. Камни, названные близнецами, нашли в уральской шахте «Мариинский прииск» под Азбестом. Весит каждые 300 граммов, а их общая стоимость – более полутора миллионов рублей. Это 22 тысячи долларов США. У них схожий вес. То есть они одинаково весят. Они одинаковых характеристик по цвету и качеству. И редкость достаточно такая, чтобы два камня по этим характеристикам находились одновременно в одном куске породы, как они и были найдены. Изумруды – драгоценные камни бериловой группы, к которой также относятся алмазы, рубины и сапфиры. Качество изумрудов определяют по двум критериям – цвет и прозрачность. Большие изумруды без дефектов, с насыщенным цветом и весом более пяти каратов стоят дороже бриллиантов. Подобные находки на этой шахте – не редкость. Каждый день на прииске трудятся 100-150 шахтёров. Они опускаются на глубину до 360 метров. Обрабатывают до 200 тонн руды и в каждой тонне находят около 3 граммов изумрудов. То есть, примерно по 150 килограммов этих драгоценных камней в год. Целая серия месторождений, которые расположены медиллионально, то есть, они расположены с юга на запад. И как раз они находятся в контакте двух плит, которые в своё время столкнулись, образовались трещины, всё здесь перемялось, и по этим трещинам пошли растворы. В результате из этих расторов образовались берилли, а окрашены зелёным цветом за счёт ионов, хрома. Это называется изумрудой. У фабрики часто можно увидеть туристов. Они осматривают уже обработанную породу в поисках пропущенных камней. И нередко что-то находят. Обязательно смотришь. Видимо, это и есть, называется азарт. Ты понимаешь, что здесь где-то могут быть драгоценные камни, и глаза всегда опущены вниз, и ты пытаешься что-то найти. Добычу изумрудов на этих месторождениях планируют вести ближайшие 200-300 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова